Добрый вечер! Пожалуйста, плюсики, восклицательные знаки, что-нибудь, чтобы я знала, что вы меня видите, трансляция началась и все хорошо. Я сейчас гляну в чат. Печеночки, отзовитесь, пожалуйста, видно ли меня, слышно ли меня. О, вот побежали плюсики, я обновила чат. Так, хорошо, девчоночки, сейчас я обновлю тогда у себя тоже страничку, раз у меня тут немножечко подвисло. Так, все появилось, все хорошо, все есть. Здорово. Девчоночки, ну вот в первую очередь хотела поблагодарить всех, кто сегодня собрался, кто дождался этой встречи. Спасибо вам, что вы подождали, спасибо за ваше понимание. Хотела в первую очередь подвести итоги прошедшего месяца. Ну, уже так по традиции, я обычно подвожу итоги предыдущего месяца. Он у нас был очень плодотворный. Было проведено всего за месяц 8 мастер-классов, 8 основных занятий и 8 факультативных занятий в рамках свадебного курса. У нас параллельно проходил свадебный курс, и девочки, которые изъявили желание и захотели принять участие на мастер-классах вот этих факультативных, они тоже смогли на них участвовать. Я хотела вам сегодня показать фотографии работ наших учениц, но немножечко технически у меня это не получится. И технически не получается мне предложить и свои фотографии посмотреть, но и также предложить вам, у кого есть желание, приобрести записи прошедших мастер-классов. Я постараюсь завтра все эти технические моменты уладить и опубликую в группе, в письме, напишу вам. И у кого будет желание, смогут эти мастер-классы посмотреть, и кому-то, если понравится, эти записи можно будет приобрести. Мне просто так хотелось поделиться, так вот порадоваться за девочек. Очень великолепные работы. В рамках основных занятий мы делали с вами краспедию, мы делали гелиопсис, мы делали альстромерию, и мы делали... Сейчас, девочки, вспомню, что мы делали четвертый на четвертом мастер-классе. Да, и мы делали амарант. Все очень интересные цветочки, замечательные работы были у девчонок. Я вам очень признательна, просто так хотела похвастаться работами, чтобы вы тоже посмотрели, и особенно те, кто только присоединился к нашей школе, чтобы вы видели, какие результаты у девочек даже в рамках этих основных бесплатных мастер-классов. Ну и также было проведено 4 серьезных акультативных занятия в рамках свадебного курса. Мы делали пеновидную розу, мы делали бутонную розу, делали нежную веточку пьереса и делали туберозу. Замечательная работа, я, в принципе, с работами делюсь на своей страничке. Так что, если кому-то очень-очень интересно, так как сегодня мне не получится показать, похвастаться, вы зайдите на мою страничку, можете полистать, посмотреть. Ну а завтра, я думаю, я эти технические нюансы улажу и смогу опубликовать уже в группе. Поэтому хотела бы поблагодарить всех девочек, которые активно участвуют в мастер-классах, не только ходят, смотрят, но еще и делают вместе с нами замечательные цветы. Мне всегда очень приятно видеть результаты наших мастер-классов, результаты наших занятий. Спасибо вам большое. Ну и теперь перейдем уже к планам на будущее, к планам на этот месяц. Я уже график занятий опубликовала в группе. Ну, для тех, кто тоже недавно присоединился, я сейчас оглашу, какие темы ждут нас в течение этого месяца. Нас ждут мастер-класс. Сегодня мы проводим мастер-класс по шишечкам, разным видам шишек. Мы будем делать вот такие мелкие шишки ольхи. Ну, возможно, есть разновидность не только ольхи, но я просто знаю, что такие маленькие шишечки точно есть у ольхи. Возможно, они есть еще у других каких-то растений. Также будем делать сосновые шишки. Ну, здесь такая шишечка сосновая с такими вот лепесточками, правильно они называются, наверное, как-то по-другому. Ну, я так называю. Это вариант попроще. Мы будем сегодня делать немножко вариант посложнее. Вот такой вот вариант мы будем делать сегодня. А по этому принципу вы сможете сделать и вот эту шишечку с кругленькими лепестками, если кто-то захочет. Ну, и также будем делать сосновую шишку. Три вида шишек мы должны сегодня с вами осилить, успеть ей сделать. Далее, что мы еще будем делать? Мы будем создавать мандарин на следующей неделе. Это будет уже платный мастер-класс, факультативное занятие. Стоимость мастер-класса отдельно будет всего 270 рублей. Но это, девочки, вот сегодня-завтра. Тоже, к сожалению, я не могу не вывесить баннер, не опубликовать вам страничку. Там немножко технически не получается с формой заказа. Поэтому как бы не получится у меня сегодня ее вывесить. Завтра, я думаю, что я вывешу. Кто захочет, может отдельно оплатить этот мастер-класс и принять на нем участие. Я также предлагала девочкам оплатить абонемент. Ну, в принципе, сейчас всем предлагаю оплатить абонемент полностью на месяц. И этот абонемент будет в себя включать как записи платных, так и бесплатных мастер-классов. Но причем не только записи и онлайн-присутствие тоже. Об этом я чуть-чуть попозже расскажу. Просто, чтобы вы знали, так, опережая вопросы, которые могут у вас возникнуть. Причем, девочки, мандаринки мы будем делать не совсем простые. Мы будем делать мандаринки декоративные, маленькие. Я потом, когда запрою экран, вам покажу, как они выглядят. И вы сможете посмотреть, какие же мандаринки мы будем создавать на следующей неделе. Также нас ждет мастер-класс в последнем занятии декабря по астралистам. Мы будем создавать то, что такое рождественское растение, потому что его очень часто используют. Ну, к сожалению, у нас не очень часто, а больше. На Западе, в Америке, где это растение, наверное, больше распространено, его используют в рождественских композициях, новогодних веночках. Ну, в принципе, нам ничего не мешает, если у нас это растение не произрастает, сделать его из фоамирана и точно так же использовать в новогодних композициях. Будем делать и листочки, листочки с такой беленькой каемочкой, с такими иголочками. Они тоже у нас будут блестеть. Будем наносить такой глянцевый блеск, будем делать ягодки, все как положено. Ну, у астралистов есть разные-разные разновидности. Мы будем делать такой более классический. И четвертый мастер-класс бесплатный по рождественской розе или, как ее еще называют, Christmas Glory. Мне вот просто очень понравилось сначала это название этого цветка, которое, во-первых, имеет непосредственное отношение к рождественскому году. У нас тоже, к сожалению, я не могу сказать, что прям так сильно распространено его использование в новогодних композициях. Ну, единственное, что знаю, что у нас его называют зимовник, морозник, по-разному. За границей его больше называют Christmas Glory. И его тоже часто используют для таких вот новогодних композиций. Поэтому мы этот цветочек тоже будем с вами делать. Это такие планы у нас с вами, девочки, на декабрь. Теперь еще раз... Сейчас я закрою картинки. Девочки, вот сейчас вот вы видите на своих экранах нашу закрытую группу. Девчонки, которые присоединились чуть попозже, вы все должны при регистрации были получить доступ к нашей закрытой группе. И в самом верху есть такая закрепленная запись о приобретении абонемента. Поэтому все, кто хотят получить записи всех мастер-классов декабря, это такое, девочки, ну, исключительное предложение. Только в этом месяце я включила в абонемент и платные, и бесплатные мастер-классы. И цена, в принципе, абонемента осталась та же. Вот сейчас, если перейти по ссылочке, 570 рублей за 4 мастер-класса. Причем 2 из которых платные. Поэтому, ну, такое очень эксклюзивное предложение. Оно будет действовать еще до конца недели. Поэтому, девчонки, кто созревает, созревайте. Решайтесь, потому что отдельно потом мастер-классы по мандаринке и по астралисту будут стоить 270 рублей. Но это будет стартовая цена. Девчонки, кто у меня давно уже в школе, они знают, что стоимость не фиксированная. Стоимость... Сейчас я вернусь к вам. Стоимость я каждый день немножечко повышаю. Поэтому, ну, вот еще, возможно, на это нефть. Тогда я потихонечку начну стоимость немножечко поднимать, поднимать. И к пятнице, к дню проведения, будет намного дорого. Вот такие декоративные мандаринки. Вот такие вот они. Не знаю, насколько вам хорошо видно. Вот они такие, поплы, четвертые, все как положено. Есть у них и попки, и все, и листочки будем делать. Но единственное, что оно все такое миниатюрное. Почему я решила остановиться на таких декоративных миниатюрных мандаринках? В мандаринках, потому что по окончанию всех, по завершению всех этих табельских мастер-классов, у меня к вам будет такое интересное предложение. Из всех четырех составляющих, которые мы делали на мастер-классах, составить какую-то одну композицию. Я изначально думала из всех этих компонентов составить один рождественский вино. Но потом подумала, во-первых, для венка потребуется ни одна мандаринка, не один цветочек, а, естественно, побольше компонентов. У кого-то есть возможность наделать много цветочков, есть время, а у кого-то нет возможности. Поэтому я решила не ограничиваться рамками одной композиции, одного задания. Вы из всех вот этих цветочков, веточек и декоративных элементов составите свою индивидуальную композицию. Может, это будет просто новогодняя композиция на стол. Может, это будет как украшение подсвечника. Вот будет свеча по центру, и вокруг нее вот эта новогодняя композиция из наших изделий. Может, это будет декор кольца для салфеток. Может, это будет декор для новогоднего шампанского. Ну, все, что угодно, что вам в голову придет. Может, это будет декор елочного шара. Поэтому все, что вы сможете придумать, вы из своих работ сможете составить. И в конце месяца я буду проводить конкурс. И по результатам этого конкурса будут объявлены победители. Естественно, их ждут очень интересные призы. Так, чёночки, сейчас я гляну в чат, а то я разговариваю, разговариваю. И вот так у меня чат немножечко висит. Сейчас я его обновлю. Техника сегодня со мной воюет. Людмила спрашивает, Марина, абонемент на январь можно будет купить? Девчонки, пока вот с абонементом только на декабрь. Потому что я буду немножечко менять систему абонемента. Там как бы технически будет немножечко по-другому все. И оплата будет немножечко по-другому. Я вот, видите, изменила немножко график. Немножко как бы мастер-классы будут проводиться уже не так часто. Немножко тяжело не проводить по два мастер-класса в неделю. Поэтому, естественно, и стоимость абонемента будет немножечко другая. Более подробно я расскажу на последнем бесплатном мастер-классе. Сейчас просто, чтобы вас не загружать информацией, чтобы вас там сейчас все не перемешалось в голове. Я по абонементу на следующий год расскажу чуть попозже, в второй половине месяца. А пока вот только вот можно оплатить абонемент на декабрь, причем вот только до конца этой недели. Уже в течение месяца этой возможности не будет. В течение месяца можно будет приобретать, оплачивать участие в факультативных занятиях отдельно. И записи вот этих бесплатных занятий тоже можно будет приобрести отдельно. Ну, в принципе, все как обычно. Так, вот, Виктория Ивановна спрашивает, у меня ссылочка на покупку мандаринок. Ириш, вот по мандаринкам пока вот технически не получается там страничкой заказа. Я завтра думаю, что я с этими страничками повоюю, и все получится. Пока вот есть возможность, там, страничка на абонемент, она работает, мы только что открывали, она работала, все нормально. Можно открыть и оформить, кто желает, абонемент на все, на участие во всех четырех мастер-классах. Единственное, что, девчонки, у меня такая большая просьба. Абонемент, он, в принципе, предполагает гарантию записи всех четырех мастер-классов. Ну, и в рамках, как бы, исключения, в порядке исключения, на онлайн факультативные занятия я данные пришлю заранее. То есть, чтобы вы смогли онлайн присутствовать на этих факультативных занятиях. На основные занятия у меня будет такая большая просьба, вы все равно делайте репосты, потому что девчонки мне пишут, я вот оплатила абонемент, а мне что, еще и репост надо делать? Да, девчонки, если не тяжело, как бы мне просто технически это облегчит работу, чтобы я дополнительно еще не рассылала по абонементу, ну, приглашение на этот мастер-класс, мне проще, если вы сделаете отчет, и вам программа автоматически пришлет ответ, и мне будет немножечко проще. Поэтому, если не сложно, с репостами все остается в силе. Так, мандаринка, да, вся из фома, ну, как, не совсем, внутри там не фон, основа не фон, там сверху фоамиран, листочки фоамиран. Девчонки, я опущусь чуть ниже. Так, да, вот Силанечка пишет, добрый вечер, шишки просто чудо. Я вот в этом месте исключила все мастер-классы, которые вы писали в своих пожеланиях. Тоже для девчонок, которые у нас новенькие, у нас есть в теме обсуждений, в закрытой группе тема, какие мастер-классы вы хотели бы видеть в рамках нашей школы. И там девчонки пишут свои пожелания, я стараюсь эти пожелания периодически учитывать. Вот в этом месте все мастер-классы, которые у нас есть, запланированы на декабрь, все были кем-то когда-то желаемы. Поэтому и астролист девочки просили, и мандаринку просили, причем не одна девочка просила. И вот по морознику были запросы, и вот по шишечкам, поэтому все-все я отключила. Девчонки, у меня что-то сегодня, да, в чат. Сейчас я смотрю, сколько комментариев, я обновила чат, опять много показать веночек. Девчонки, это трофейский веночек, это работа прошлого года, кто со мной еще с прошлого года. Они этот веночек должны помнить, был мастер-класс по этому веночку. Ну, в принципе, пуансеттию, сейчас как бы, по-моему, через одну на конференциях показывают пуансеттию, как делать. Вот эти вот снежные шарики, цветочки, это тоже такие интересные. Все остальное, в принципе, не фоамиран, шишки настоящие, лоза настоящие. И что касается этого веночка, это такой маленький секрет, который вас будет ожидать в конце декабря. А, еще расскажу один такой тоже маленький секрет. В течение декабря, раз в неделю, я буду устраивать распродажу. Я не буду заранее говорить, какой день, не буду говорить, что именно будет в этой распродаже. Но вот один день в неделю я буду устраивать на распродажу по супернизкой цене какое-то количество мастер-классов, которые были проведены в рамках школы. Поэтому, девочки, которые хотели бы приобрести записи в прошедших мастер-классах, у вас будет возможность, потому что меня многие спрашивали, а вот не было бы мастер-класса по тому-то цветочку, которые проходили еще там летом, весной, осенью. И вот такая возможность будет, причем по очень-очень-очень такой выгодной стоимости. Но это будет всего один, может быть, два дня. Потом я распродажу закрою, и на следующей неделе я открою распродажу уже на какие-то там следующие 10 мастер-классов, допустим. Я еще не подсчитала, я общее количество мастер-классов разобью на 4 недели. И периодически мастер-классы, которые проводились в рамках нашей школы, буду выставлять на распродажу. Это такая предновогодняя распродажа, поэтому будет такая возможность. Сразу хочу предупредить, мастер-классы, которые были проведены в рамках свадебного курса, в распродажу пока не войдут. Войдут только мастер-классы по основным занятиям, и некоторые из факультативных, но которые не вошли в свадебный курс. Вот такая новость. И еще одна такая маленькая приятность. Раз в неделю тоже предупредлять не буду, поэтому это такая будет приятная неожиданность. Раз в неделю я буду вам прислать подарочек. Один мастер-класс будет в подарок. Тоже не буду говорить, какой, не буду говорить, когда. Поэтому, девочки, следите внимательно за почтой, особенно сейчас. Я также всю информацию буду стараться дублировать в группе, потому что с почтой у нас периодически тоже война происходит. Кому-то доходит, кому-то не доходит, кому-то уходит в спам. Ничего с кем поделать не могу, девчонки. Ну, как бы у нас такой век техники, но, к сожалению, мы от этой техники сейчас периодически страдаем. Вы на меня, пожалуйста, не обижайтесь, потому что я сама с этой техникой воюю. Ну, вот такая самая-самая основная информация, с которой я хотела поделиться. Сейчас я еще раз гляну на вопросы, обновлю в чат. Так, вот, куча опять новых комментариев. Сегодня немножечко придется так вот обновляться. Так, Маша пишет подарки, это класс, очень приятно. Ну, да, я знаю, девчоночки, кто у меня приобрел уже абонемент, но еще, допустим, не получил подтверждение, что ваш заказ оплачен, все в порядке, вы мне напишите, потому что, бывает, девочки оплачивают, как бы комментариев к оплате нет, я не всегда знаю, от кого прошла оплата. Это раз. Во-вторых, завтра уже я буду присылать по абонементу запись сегодняшней встречи. Если вам не пришла запись, тоже можете не смело писать. Но я, правда, я не знаю, когда я завтра вышлю, утром в обед или вечером, но к вечеру можете мне присылать, что запись не пришла, я оплачивала абонемент, либо я внесена в списки, потому что у нас в этом месяце не только те, кто оплачивает, девочки, ну, девочки-нвалиды, я попросила прислать мне свои данные и тоже включила их в списки. Девчонки, я надеюсь, вы не обижаетесь, я вас так называю, я просто не знаю, как более так вот, как бы мягче сказать. Ну, девчонки, тоже не стесняйтесь, записи и все данные для скольтативных занятий тоже спрашивайте, пишите, все буду всем высылать, потому что, ну, опять-таки, по той же причине, что техника иногда чего-то где-то кому-то не доставляет. Так. Олечка спрашивает, абонемент дает возможность попасть в закрытую группу? Олечка, в закрытой группе у нас все желающие, без ограничения. Абонемент дает гарантию наличия записи мастер-класса, ну, и в этом месте в порядке исключения еще и дает возможность присутствовать на платных мастер-классах. Раньше у нас был абонемент только на бесплатные основные занятия, то есть вот эта запись мастер-классов, которые мы проводим в рамках школы, я ее на следующий день закрываю, и если есть желание запись охранить, можно было приобретать абонемент, и тогда в этой записи можете пользоваться безрочно. В этом месте я сделала исключение еще и сюда вошли и платные мастер-классы, но, правда, количество основных тоже сократилось. Раньше мы проводили 4 основных бесплатных мастер-класса, в этом месте 2 бесплатных, 2 платных мастер-класса. Так что закрытую группу стучите, всех примем. Единственное, что с января я там немножко по абонементу некоторые правила поменяю, возможно, для абонементщиков у меня будет еще одна закрытая группа, но, как бы, я пока не буду забегать вперед, чтобы, ну, просто вас сейчас не путать. Так вот, Ирина спрашивает, завтра запись будет доступна до 12, девочки. В этом плане правила не меняются. Я надеюсь, уже в этот раз никого обиженных не будет, потому что девочки многие обижались. До 12, мы же работаем, мы все равно не успеваем смотреть. Завтра выходной день, в основном большая часть девочек выходная, поэтому, у кого не совпадение по часовым поясам с Москвой, сильно большая разница, завтра утром будет возможность эту запись пересмотреть и будет возможность сделать изделия. Олечка спрашивает, Марина, в новом году бесплатные встречи будут? Да, Олечка, обязательно будут. В принципе, школа, как бы она была с этой идеей задумана, немножечко такая благотворительная цель, чтобы могли обучаться этому виду рукоделию не только те, у кого есть возможность оплачивать мастер-классы, но и те, у кого пока такой возможности нет, но есть творческие способности. И для многих, вот как многие мне девочки пишут, вот они отдыхают на мастер-классах и с душой, головой, и, ну, просто море позитива получает. Поэтому мне бы хотелось с этим позитивом, этим добром делиться как можно с большим числом девочек, наших учениц, поэтому обязательно бесплатные мастер-классы будут проводиться. Хорошо, девчоночки, я дальше не буду спускаться по чату, если были какие-то там очень важные вопросы и вы ждете ответа, вы продублируйте, пожалуйста. просто. Опять много появилось в комментариях. Да, Наталья спрашивает, сколько у меня часов в сутках, да, как у всех, к сожалению, 24. Я все спрашиваю, как я все успеваю, на самом деле, я постоянно что-то не успеваю, постоянно, постоянно где-то что-то, как бы, ну, может быть, просто много планирую, постараюсь, конечно, планов у меня вообще очень много. Так вот, Олечка спрашивает, вы для, да, вот для абонемента, для закрытой группы, ну, у меня абонеменчики, они пока не в закрытой группе, они, они, что у меня в отдельной группе, как бы, в рассылке, ссылку на основные занятия я не высылала, девчонки, если не тяжело, делайте репост, и отправляйте отчет, тогда, ну, чтобы получить доступ. Запись, в принципе, вы все равно получите в любом случае, но вот если не тяжело, мне немножко технически это будет легче, чем еще, вот, как бы, предварительно вам присылать приглашение на этот мастер-класс. Просто если не тяжело, ну, как бы, отчет все-таки делать. Так, хорошо, девчоночки, переходим к мастер-классу, к мастер-классу. Так, мышолечка убегает, сынок приболел. Хорошо, мышолечка, конечно. Да, выздоравливайте, сыночек, пусть будет здоровенький. Так, Виктория, Виктория из Донецкой области спрашивает девочки, вот, может быть, тут чат проглядел, кто из Донецкой области, как вы оплачиваете мастер-классы, поделитесь. Я, к сожалению, не знаю, как в Донецкой области сейчас, вот, какие способы оплаты есть, потому что я знаю, что, да, вот, на приватбанк такое все стало недоступно для оплаты, потому что я сама из Украины. Ну, как бы сейчас, я так понимаю, в Донецкой области оплачивать на украинские банки нет возможности. И не знаю, есть ли возможность оплачивать на российские банки. Потому что я, как бы, есть возможность оплачивать и на российский Сбербанк. Есть система онлайн-платежей, Яндекс, деньги, WebMoney, Киви, кошелек. Поэтому, Виктория, если есть возможность на этим способом, напишите, я вам дам данные на эти способы. Хорошо, девочки, я перевожу камеру. Мы начнем с самого легкого способа создания шишечек. Девочки. Я периодически в чат буду заглядывать, поэтому, если возникнут вопросы, вы не стесняйтесь, пишите. Если я на помощь позвала сына, потому что очень большое количество было, нужно было подготовить заготовок, но он как ребенок, он, хоть у меня, ребенок уже взрослый, 13 лет, ну, конечно, выкройки, я ему эти выкройки пообводила в нужном количестве на фоамиране, ему надо было только вырезать. Вырезал он, конечно, не так идеально, как бы вырезала мама, но я надеюсь, вы сегодня сам принцип уловите, а вот как бы идеальность выкройки, пусть вас не смущает, вернее, не идеальность. сейчас я перебазирую, тоже сюда, к рабочему столу, я беру компьютер, чтобы видеть ваше сообщение, ваше сообщение. для изготовления самых маленьких шишечек, типа шишечек ольхи, можно использовать зерокол, но, как бы, в принципе, можно и нужно использовать, потому что, ну, вырезать вручную такие детальки достаточно сложно, девочки, чтобы не сильно оброски, его вам бы развернуть, поэтому для такой шишечки будем высекать заготовки с помощью зерокола. я под фоамиран откладываю обычную ксеропную бумагу, можно тетрадный лист бумаги, главное, чтобы бумага была не слишком толстая, для того, чтобы фоамиран не зажел в ножах дырокола. зерокола. Высекаем около 10 заготовочек, а там уже по желанию какого размера вы фишечку хотите добиться. так. Вообще мне сейчас я села очень тише, чтобы не пугали, не пугали вас звуки. Я просила подготовить заготовки из коричневого фоамирана. Если есть возможность, ну как бы есть разнообразие оттенков, у меня из иранского фоамирана только вот такой темно-коричневый, он, если честно, для шишек не совсем идеально подходит, но у меня как бы наличия другого коричневого нет. Я, честно говоря, не знаю, там вообще в палитре у них есть светлые оттенки, по-моему, я их пока не видела. Ну, знаешь, там среди других фоамиранов, других производителей там есть разнообразие и желательно было бы фоамиран немножечко посветлее. Для еловых, для еловой шишечки я подготовила заготовки из желтого фоамирана, тоже он, конечно, не идеально подойдет, мы его будем, естественно, тонировать. Но просто еловые шишки, они еще светлее, чем шишки ольхи, чем шишка сосны. Поэтому я вот так подумала, что можно попробовать и из желтого. Так, сделала 9, ну, еще одну сделала, если надо будет, сделаем еще. Так, дальше, девчоночки, включаем утюги. Пока греется утюг, я с помощью кусачек, кушаю небольшой кусочек проволоки. Это будет наша основа, на которой мы будем собирать нашу шишку. Такая королочка. Вот, Мариночка пишет, что ей светлее, да, возможно, уже появилось и у иранцев тоже светлее. Вот светлее было бы лучше. Диаметр Деракола, Мариночка спрашивает, Светлана уже ответила, полтора сантиметра, да, вот такая, в принципе, шишечки ольхи, они, ну, где-то приблизительно такого диаметра. Так, 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 так. Так, теперь берем нашу проволоку, можно взять зубочистку. Пока мы будем просто прикладывать наши заготовки к утюгу, немножечко накрывать. Я думаю, она слезла с проволоки. У нас получится обратно насаживаться. От тепла она должна немножечко... Сейчас я сделаю немножко побольше температуру. Тепла, когда фоамиран должен немножечко нагреваться, и лепестки должны тянуться к теплу. Вот. Первую детальку можно даже еще более сделать закрытой, пока она тепленькая. Вот так вот, собираем. Если не хочет фоамиран выгибаться, немножечко помогаем ему пальчиками. Вот минимум три детальки обрабатываем таким способом. Остальные, в принципе, можно уже не... Вот, сейчас она наконец-то завернулась самостоятельно, практически. Остальные можно уже оставлять ровненькие. Ну, или по желанию. Сейчас я еще раз покажу вам шишки ольхи. Так, взглянули визуально, что ты представила. Смотрите, как раз. вот они сделала побольше вот тут первые лепесточки как бы немножко тянутся к серединке остальные уже 1 практически а перпендикулярно к центру пожелаю девочки даже можно немножечко вот лепесточки срезать покажу я срезать не буду как бы оставлю таким образом ну то ромашки немножечко лепестки они такие как бы заостренные можно немножечко и острию посредать сделать таким образом шишку более более округлую так скажем пижок пока выключаем для этой шишки и включаем для его пистолет так ириночка спрашивайте если даракола нет ариночка тогда пока немножечко отдохните и и людмила тоже спрашивает можете пока чай себе сделать мы сейчас перейдем к сосновым и ловым шишкам там нужно было сделать заготовки по выкройкам там даракол не нужны а здесь для именно таких вот маленьких шишечек вручную сложно такие петальки делать вручную да девочки у кого нету для шишки альхи нет коричневого фона можно взять даже черный потому что они достаточно темные темные шишечки вот или темно-коричневые или черный фон наталья спрашивала это черный у меня это темно-коричневый возможно на камеру видно что черные но у меня это темно-коричневые добрый вечер всем кто к нам присоединяется пока нагревается пистолет мы на нашей проволочке делаем небольшую петельку с помощью куглогубцев для того чтобы наши шишечки с проволочки не слетела первую детальку можно взять обычно не обработанным и полостью к петельку сейчас будем подклеивать наношу клей на петельку хорошо проделся и подклеиваем нашу детальку плотненько к этой петельке первая деталька должна во первых хорошо скрыть петельку тут ее не было видно и во вторых это как серединка основа нашей шишечки предыдущим все теперь подклеиваем по очереди детали сначала которые мы обрабатывали на петельке можно даже не чуть побольше вторую детальку поплотнее приклеить предыдущие аранте сейчас помнят наш марат один из способов его изготовления у нас там было три способа изготовления разных сортов один один из способов очень похож на это последующие детальки мы приклеиваем уже не так плотно и вначале подклеиваем все детали которые мы немножечко обработали на тюге немножечко закруглили потом уже переходим к деталькам ровным вот такая вот шишечка у нас уже получается вот такие маленькие шишечки очень хорошо смотрятся в композициях вообще мелкие детали всегда такие декоративные веточки они приносят такую изящность и нежность в композиции поэтому такие маленькие шишечки будут очень кстати вашей новогодней композиции я наношу клей только вот сюда на основание уже плотно не подклеиваю даем наши шишечки немножко раскрыться все дальше размер длина шишки зависит от вашего желания и старалась потянула на лепесток если кто-то заглядывал сегодня в закрытую группу я там подобрала несколько фотографий использование шишек в новогоднем декоре это на первой фотографии были как раз веточке ольхи для декора новогоднего стола очень красиво они смотрелись ну и очень красиво будет смотреться такая мелкая веточка с какими-то крупными деталями и далее мы будем делать астролист андаринки делать радистовскую розу композиции с такими более крупными составляющими веточки ольхи будут смотреться очень здорово девчонки вот в принципе шишка ольхи готова по желанию можно кончики состригать но мне если честно так вот даже нравится больше на фотографии да они такие более ровненькие не такие прям остренькие красивенькие лепесточки не лепесточки но я буду называть лепестки шишки поэтому я как бы оставлю так ну единственно что для веточки конечно таких шишечек надо будет наделать несколько проволочку обматываем тейп-лентой коричневого цвета и прикрепляем на одну основную проволочку можно даже взять и настоящую веточку из этой веточки прикрепить шишки ну я так считаю что если рукотворная работа но все должно быть рукотворно дальше все зависит от вашего желания в принципе с шишечкой ольхи я завершила сейчас быстренько гляну в чат и перейдем к еловой шишке так сейчас обновлю чат девчонки Наталья спрашивает приклеиваем шахматном порядке Наталочка в принципе здесь большой как бы разницы нету можно стараться приклеивать шахматном порядке то есть так чтобы лепестки попадали между лепестками но я особо даже не старалась и если там посмотреть уольхи то там даже бывает там что лепесточек за лепесточком как бы идут один на один накладываются то есть там не соблюдается такая поочередность так чтобы именно лепесток проглядывал между лепестками предыдущего ряда поэтому не принципиально так добрый вечер всем кто к нам присоединяется так хорошо девчонки продолжаем так посторонку если вы подготавливали это детали это детали для сосновой шишки вот детали для еловой шишечки если вы подготавливали из коричневого фоамирана вам придется его немножечко осветлить если вот как я вряд ли кто-то подготовил желтый это я вот так вот решила я, честно говоря, немножко попереживала что мне коричневого фоамирана не хватит поэтому решила сделать из желтого теперь берем влажные салфетки и дальше кто у кого детальки коричневого цвета осветляем берем девочки вот такой вот песочный цвет пастели и немножечко осветляем свои детальки с двух сторон я сначала тонировку буду наносить на одну сторону потом когда просохнет на другую я сейчас покажу на детальки сосновы вот так вот чуть-чуть осветлили ну у сосновы нам нужна будет только верхушечка вы полностью тонируете а я свои желтые буду наоборот затенять темно-коричневый и сейчас аккуратненько быстренько все затонируем и 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 Продолжение следует... 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 Так, маленькие я уже протонировала с двух сторон, остались большие тюшники. У меня ручки немножко ушли, но я думаю, что ничего такого важного вы не пропускаете. В принципе, процесс повторяется. У меня ребенок вырисал вот эти детали, так что они у меня будут практически как в природе, нет ни одной одинаковой. Заготовочки абсолютно разные по форме и размеру. Так, процесс тренировки уже завершил. Включаем утюжки. Сейчас будем наши чешуйки обрабатывать на утюген. Включаем утюжки. Так, практически я завершила. Все, с тонировкой для еловой шишечки мы завершили. Включаем утюги. Пока греется утюжок, гляну в чат. Надюша спрашивает, что тонируем масляной пастелью? Я тонирую акварельной. Если масляная, то можно наносить тонировку непосредственно мелком. Вот так уберете, мелком и тонируете. Можно наносить сначала на губку масляную пастель, а потом растушевывать на детали. Но детальки очень маленькие, поэтому растушевка в принципе не столь важна. А можно непосредственно с вами мелком планировать. Так, Леночка пока смотрит, запоминает. Так, Леночка говорит, какая кропотливая работа. Лариса говорит, это еще не самая кропотливая. Лариса моя давняя ученица. Она прошла через все мои мастер-классы. У меня есть мастер-классы, где там вообще ювелирная работа, супер мелкие детали. Причем именно там надо еще что-то вытворять. Так, Леночка тоже консультирует. Вот, Ириша делает бархат. Отстает от учениц по свадебному курсу. Так, ничего, девчонки. Кстати, кто у меня в свадебном курсе, мы в понедельник проводим итоговое занятие, поэтому до понедельника подтягивайте хвостики, доделывайте то, что не сделал. Так, вот, девчонки, Светлана делает, Галина делает, Жанночка делает. Умнички мои, молодчинки. Ирина делает, Лидия делает. И еще одна Иришка делает. Татьяна делает. Так, Станочка присоединилась, спрашивает про запись. Станочка также до 12 будет запись. До 12 завтрашнего дня. Так, у Людмилочки 3 часа 25 минут. Так, Людмила, конечно, вам давно уже пора спать. Так, Ириша пишет, у меня все детали перепутались, что делать. Ириш, не переживайте. В принципе, это не так катастрофично, если вы будете там приклеивать не по росту. Ну, визуально, в принципе, видно, где детальки поменьше, где побольше. Если получается, можете сейчас их рассортировать. Если не получается, ничего страшного. Мы, в принципе, будем тут сначала подклеивать детальки меньшего размера, середину из большего размера и заканчивать опять меньшим размером. Поэтому, ну, не так это катастрофично, если у меня у вас перепутается. Так, Виктория спрашивает, одинаково тонируем и маленькую, и большую. Так, и Мариночка делает с нами, здорово. Вот, и встану в фоамиран светло-коричневый. Сланочка, вам повезло. Хорошо, и Викторий светло-коричневый. У меня коричневый, как, ну, обычно не так часто в ходу. Более, ну, больше, как бы, для цветов. Цветной, естественно, больше уходит. Я как-то, да, светло-коричневый я даже как-то упустила. У меня его такого в наличии даже нет. Хорошо, девочки, продолжаем дальше. Чё-то уже нагрелся. Нагреваем детальку, покажу пока из Польши. Нагреваем детальку на утюге. И теперь быстренько складываем, ну, по возможности гармошка, либо хотя бы пополам. Пополам и так вот желательно зафиксировать. Прогрев пока показываю властью. Я попробую всё-таки гармошка. Ложили пополам. И чуть-чуть прокрутили вперёд-назад. Сильно не надо крутить. У нас нет задачи сильно его истончить, вот как бы, вот эту технику, когда он складываем, для того, чтобы истончить. Нам надо придать ему такую небольшую форму, такой небольшой изгиб. Опять сложили, ну, гармошка достаточно проблематичная деталь, детальки маленькие. Хотя бы, девочки, пополам и вперёд-назад. И хотя бы в одну сторону, чтобы немножечко так она получилась фигурная. Спасибо. Спасибо. У меня основание осталось не затонированное, мы будем его подклеивать. Поэтому ничего страшного. Вперёд-назад. Девчонки, по обработке понятно, что мы делаем сейчас. Надели, сложили пополам, прокрутили вперёд-назад, чуть-чуть. Долго не надо, сильно усилия тоже прилагать не надо. Нам главное, чтобы они устали детальки наши такие жирные чуть-чуть. ları телефон punyaals в аспекты. Вот здесь, куда я понимаю. таким образом обрабатываем все эти танки и маленькие и большие и и и и и и и и и сейчас я обработаю все большие детали для начала если что-то непонятно по этому способу напишите а способов изготовления от разных шишек внешне и снова я часто и может как бы даже так более упрощенные упрощенные способы ну во-первых потому что она планирована три шишки более детально работать с каждой это надо больше времени ну и во вторых среди нас много новичков это может такие некоторые азы пока вот и для этого будет тоже достаточно я в прошлом году тоже проводила накануне нового года большой был вебинар я его обобщила я еще веду параллельно обучение по свечам ручной работы ну как веду как появилась школа то я со свечами немножечко не успеваю какие-то мероприятия мастер-классы снимать ну вот курсы проводила летом и весной курсы по резным свечам по резным свечам мы с девочками делали ну вот накануне нового года я тогда проводила вебинар и была тема и по фоамиралу и была тема и по свечам естественно на новогоднюю тематику и мы там тоже делали шишки шишки сосновые и там был там вообще был очень очень такой простенький способ изготовления шишек в этот раз я покажу способ немножечко другой ну вот если интересно девочки я могу запись этого прошлогоднего вебинара в группу выложить вы мне напишите в чате если интересно то я в группу скину вы сможете посмотреть еще тот способ изготовления шишек там мы делали шишки еловую веточку делали ну и там был мастер-класс по свечам новогодние тоже может кому то будет интересно так я уже перешла к маленьким деталькам сейчас все гляну в чат да еленочка пишет марина не ищет легких путей ну совсем совсем простенько когда я так тоже не умогу не умею мне хочется чтоб даже если бы немножко как бы упрощенная какая-то техника то чтоб все равно она была реалистичная ну то есть чтоб результат был реалистичный так вот девочки пишут очень интересно выложите пожалуйста да хорошо девчонки я тогда выложу завтра постараюсь только не забыть так так там с мелкими более мелкими чешуйками еще немножечко тяжелее но в принципе не невозможно точно так же прикладываем кучуку складываем пополам прокрутили в одну другую сторону завернули сегодня я еще покажу как делать основу для шишки в принципе как основа может подойти даже пенопластовая основа вот в виде например яйца ну потому что другая основа ну там или конуса если там немножечко основание там добавить скруглить чтоб оно не было плоское а так в принципе ну так вот чтоб идеально какая-то основа готова готова нет можно сделать основу из вольги ну типа папье-машье мы сегодня с вами будем делать тоже из салфеток но не папье-машье а немножечко другим способом более быстрым таким экстремальным я им всегда пользуюсь если надо быстренько сделать основу форму тоже себе разноте на замеску кто успеет поставить мастер-класс кому повезет вообще девчоночки так вот буду просить вас стараться максимально присутствовать онлайн так специально и на пятницу перенесла вроде как в пятницу а вечера уже более свободные не надо детей собирать не надо самим собираться в субботу на работу а в субботу в принципе там как бы запись до 12 для больше для девчонок которые внутри конкурсовом поясе у них сейчас глубокая ночь как и ледочка ясно писала у нее уже пол четвертого но понятно что ну нереально такое время активно участвовать на мастер-классах вообще на будущее как бы не знаю как буду с записями делать немножечко как бы не совсем удобно запись оставлять сохранять возможно даже в скором времени записи не будут доступны пока я еще точно не решила но чтоб для вас это шока не было а возможно только будет онлайн частью многие девчонки у нас очень хитят подпись и скачивают а подмет не честно это вот и 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 то, в принципе, процесс идет достаточно относительно быстро. Вот эти детали много, и детали мелкие. Все, я детальку не завершила, вот последняя чешуйка. Все, утюжок нам пока не нужен. Утюжок пока выключаем, включаем клеевые пистолеты. Так, в чатчике гряжу быстренько в чат, пока греется пистолет. Так, конечно, интересно. Хорошо, девчоночки обязательно выложу. Так, добрый вечер, Леночка. Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. Теперь в чатчике подготавливаем опять проволочку. Вот эту проволочку можно взять немножечко подлиннее, чтобы потом был какой-то хвостик, да, запас, если потом нашу шишечку куда-то к веточке прикрепить или к композиции. То есть сама шишечка у нас будет не сильно крупная, где-то вот тут такая вот, а кусочек веточки, кусочек проволоки для того, чтобы потом нашу шишку куда-то к веточке к композиции прикрепить. Делаем опять-таки петельку для надежности, чтобы наша заготовка не взлетела. Так, да, девчонки, можно сделать заготовку в виде такого овала продолговатого из фольги. Можно сделать и салфетки. Сейчас я покажу, как делаем салфетки. Так, вот это я приготовила салфетку. Салфетки. Девчонки, обычную салфетку, я так вот ее еще раз сложу пополам, нарезаем полосочками. Здесь можно полосочки пошире, допустим, сантиметров от два. Одной салфетки вам, возможно, не хватит, возможно, еще понадобится. Все зависит от того, какой толщины и какой длины вы захотите в нашу шишку, то есть от ее размера. Можно использовать не только салфетки, можно там бумажные полотенца, любая такая более мягкая бумага подойдет. Так, дальше. Пистолет включил, а не включил. Ладно, пока греется пистолет, еще раз грею на в чат. Сеточка, проволока, спрашиваю, какой толщины. В принципе, значения не имеет. Я взяла обычную миллиметровую, но такая чаще всего использованная. Она просто как ось, как основа. А толщина не имеет значения. Так, Анжелика присоединилась. Добрый вечер. Пока греется мой пистолет, не буду терять время. И покажу тонировку для шишки сосновой. Берем таки опять влажную салфетку. Берем пастель. Я беру пастель песочного, такого цвета песочного цвета. И на всех деталях, таких вот отдельных, продолговатых, тонируем верхушечки. У меня есть подходящего цвета масляная, просто с ней будет немножечко удобнее. Ну, в принципе, не так ярко получается. Потому что фоамиран темный, но с маслой просто удобнее. Поэтому, если есть масло, я могу ее использовать. Тонируем с одной стороны, верхушечку. По идее, там у шишки, Я специально шишку принесла настоящую. А вот эти вот, Получается, с нижней стороны, Вот такие вот наши лепестки. Вот они продолговатые. Они внутри светлые. И с обратной стороны они остаются такие темно-черные. А вот только верхушечка. И таким вот она как треугольником идет. Вот если получится этот треугольник как-то сохранить, Тогда хорошо. Если нет, просто верхушку тонируем, Не заморачиваться. А с обратной стороны тонируем полностью. Вот таким образом Нам необходимо затонировать все вот эти одиночные лепестки. С масляной пастелью немножечко быстрее Будет работать, чем у хлорильной. С масляной пастелью немножечко быстрее С одной стороны верхушечку, Только вот кружочек, шапочку. С другой стороны полностью. Ну, основание можно, Я там где-то придерживаю, Пальчиком не тонировать, Мы там будем подклеивать. Хорошо прогреется мой пистолет, Я думаю, что мы тонируем все чешуйки, Все лепесточки для сосновой пшишки. Тонируем все вот эти одиночные заготовки абсолютно одинаковы. Немножечко тонировка у нас будет другая на вот этих круглых деталях. И так вот. И так вот. И так вот. И так вот. Продолжаем. 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 Останутся у меня самые большие лепестки. И потом останутся только кругленькие заготовки. Продолжаем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 С одиночными лепестками завершили DimaTorzok 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 и теперь обматываю полоской салфетки вокруг проволоки каждый визор и серым вот на мой взгляд как бы один из таких самых быстрых скосных наверное еще быстрее будет как бы из фольги мы с вами уже много-много раз делали заготовки основы для разных цветочков как бы вы не должны быть в курсе это раз а вторых фольга все-таки немножечко утяжеляет поэтому если хочется более невесомой композиции тогда лучше использовать такую основу из салфетки такая альтернатива по кема шли по кема шли там тоже бумага и кей пва ну минус основы надо ждать когда пва высохнет если есть возможность можно подождать если нет тогда так вот работаем с я наношу вторую полосочку чуть чуть ниже верхушки для того чтобы сделать утолщение в серединке ну как у шишки верхушкой и основание они более узенькие серединка более толстенькая и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Начинаем подклеивать детальки сначала маленького размера. Внимательно смотрим. Вот этот изгиб посередине, когда мы складывали детальку посередине, вот этот загиб, он должен смотреть вовнутрь. То есть вот этот загиб внешний, он должен остаться с внешней стороны. Наносим клей на основание чешуйки и подклеиваем самым-самым верхом. Буквально на самом кончике мы не закрываем плотненько, мы формируем верхушку. Вот из нескольких маленьких деталей мы сейчас сформируем верхушечку. Опять-таки, видите, девчонки, где у нас был загиб посередине, внутри, не зайдем, вот на внутреннюю сторону и наносим клей. Вот у еловой шишки как раз вот шахматный порядок очень хорошо соблюдается, поэтому все остальные последующие ряды будут подклеиваться как раз вот в шахматном порядке. То есть лепестки, вот эти чешуйки, они должны будут попадать между чешуйками предыдущего. Ну вот серединку, верхушечку мы сформировали, вот три чешуйки наши. Ну у меня получилось три, возможно у кого-то получится больше, смотря у кого какая шишка получилась. Все, дальше берем наши чешуйки и подклеиваем. Я надеюсь, мы детали хватит на моем поток, чтобы мы можем последняя смолцетка мне не так нужна. Подклеиваем, стараемся так, чтобы она попала, во-первых, чуть-чуть ниже предыдущего ряда, и немножечко, так вот, немножечко присобираем. Чтобы она не совсем была распластанная. И попадала между чешуйками предыдущего ряда. Естественно, с каждым рядом там чешуйок будет уже больше. Не только, как говорят, по три. Где-то добавим, где-то одну, во втором ряде добавим одну. Она уже не будет смотреть между предыдущими. Но сейчас вот увеличим количество чешуйок в ряде. Подклеиваем чешуйки только у основания. Если посмотреть на сосновую шишку, то у нее вот эти чешуйки, они так вот слегка оттопыриваются. И так вот и подклеиваем. Стараемся подклеивать только у основания. Подклеиваем где-то половину деталей маленького размера. Потом переплеиваем деталькам большего размера. А мелкие оставляем на основании. Добавляем где-то одну чешуйку. Не между предыдущими. Чтобы у нас количество увеличилось. Добавляем где-то или два. Органее. У нас количество. Да, в поскольку у нас все. У нас количество. У нас, конечно, это позволяет делать ст歩коцик. И так вот. Просто у нас. У нас. Отклеиваем где-то? Мы забываем где-то. У нас. У меня нет. У нас. вот еще один ряд спускаемся потихонечку дальше так я не посчитала сколько у меня ушло вот как раз 15 половина у меня уже ушло детали маленького размера я теперь перехожу заготовочка более крупного размера маленький оставляем на основании точно так же наношу клей на основании чуть большего размера при спусками чуть чуть ниже и Мы их припускаем чуть-чуть ниже, девочки. Мы так вот смотрим, чтобы, конечно же, нигде наша основа и салфетки не проглядывала. То есть, заклеиваем так плотненько между собой. Никто наш секрет не узнал. Кто там у нас внутри? Кто там у нас внутри? Так, сейчас, девчонечки, у меня тренинг закончился. Добавлю палочки. Так, можно работать дальше. Глянем тоже быстренько в чат. Все ли понятно пока, девчонки? А, рук было не видно. Так, Виктория вот примотала салфетку с нитками, тоже здорово. Так, килоночка из пенопласта можно сделать основу. Я говорила, что можно, допустим, взять пенопластовое яичко, ну, такое, что более подходит по форме к шишке. Ну, единственное, что очень аккуратно пенопласт прожигается горячим силиконом. То есть, очень аккуратно, по чуть-чуть клея наносим, быстро приклеиваем. Так, девчоночки, кто болеет, выздоравливайте, набирайте сил же к Новому году, все были у меня здоровенькие. Так, сейчас, девчоночки, я постараюсь вернуть руки в кадр. Так, вот так вот я не скинусь. Там, девчоночки, было ли понятно, когда я говорила, когда мы детальку складывали пополам перед обработкой, Теперь вот этой внутренней стороной, да, вот там, где у нас этот загиб, на эту внутреннюю сторону, на основание только наносим клей и подклеиваем на нашу основу из салфетки. Формируя ряд за рядом, стараемся, чтобы чешуйки попадали немножечко между чешуй предыдущего ряда, но, каждым рядом будет чешуя побольше, поэтому, как бы, все равно количество придется добавлять, и это будет не между. Наносим только на основание. Вот такая шишечка у нас уже получается. Верхушечки у нас остаются неподклеенные, они должны вот такие немножечко торчать. Торчать не так вот желательно, чтобы бумаги не было видно, салфетки не было видно. Вначале мы нанесли половину количества подготовленных заготовок маленького размера, а потом перешли к деталькам уже более крупными. Вторую половину маленького размера мы оставим на основание шишечки. Я, кстати, выкройки снимала. Сживых шишек и для Еловой, и для Сосновой. Ну, максимально приближался к настоящим, потому что снимала сживых. Сживых шишек и для Еловой, и для Сосновой. Сживых шишек и для Еловой. Сейчас я пока вспомнила, девчонки, кто меня оплачивает абонемент на все четыре мастер-пасса, либо кто будет приобретать выборочную какую-то мастер-пассу, допустим, по мандаринкам на следующей неделе. Вы оплатили, и вы тихонечко не сидите, не молчите, не ждите. Вы обязательно после оплаты мне сразу напишите. Потому что бывает, когда я не всегда сразу данные получаю о оплате. Бывает, как бы вы оплатили, но никаких комментариев не написали, и я не знаю просто, с кого денежка пришла. Поэтому после оплаты вы мне пишите. Тогда гарантия того, что я вас отмечу, все данные вам вышлю. И все будет в порядке. Если возникнут какие-то вопросы по способам оплаты, тоже не стесняйтесь, пишите. Помогу, подхожу в билансе. Продолжение следует... Сейчас вроде за ручкой не слежу. Вроде все в кадре. Печеночки, все ли видно, все ли понятно. Дальше, в принципе, процесс такой повторяющийся. Отклеиваем детальки. Крутся кругом. Я вот только немножко посмотрю, переживаю, что может не хватить. Детали, может, и хватит. Сейчас посмотрим. Крутся кругом. Девочки, буду очень признательна, если пишете фотографии своих работ, не стесняйтесь всегда, присылайте, мне всегда очень приятно. Девочки, буду очень приятно. Девочки, буду очень приятно. Вот, у меня закончились детальки крупного размера, остались детальки маленького размера, хотя, в принципе, уже, ну, как бы визуально, я бы еще рядочек худеньких добавила. Я подготовила совсем минимум-минимум, а детали, запаса нет, ну, посмотрим, может, хватит этих маленьких. Маленькими мы завершаем нашу шишечку. Если у вас шишка, ну, подлиннее, чем моя, побольше, вот, маленькими мы отклеиваем только вот основание, полку шишечки. Ну, подлиннее. Ну, подлиннее. Ну, подлиннее. Считаем, что там не устали. Аккуратно. Так, ну, моих деталей явно не хватит. Я сейчас попробую немножечко схитрить и просто эту лишнюю часть салфеток отрезать. Немножечко укорочу свою. Слышка? Чтобы просто вам показать завершение. Продолжение следует. Вот. Укоротила немножко свою шишку, чтобы ее просто уже завершить. Так, надеюсь, теперь хватит. Укоротилчик. 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 буквально пару штучек не хватит я думаю здесь девочки понятно идем сюда на закругление на полку до того момента когда они сойдутся на проволочке дальше также проволочку обматываем коричневой цвет леточки и прикрепляем нашу сосновую шишечку вверхе либо в каком позиции вот так с этого ракурса почти шишка готова здесь буквально три-четыре еще чешуйки я потом доделаю и уже шишечку свою завершу но вот такая вот шишечку такую шишечку можно сделать из камера ну вполне такая реалистичная получилась хоть у меня такая немножко желтоватого цвета и цвет такая желтуха еще немножко болеет вот вторая наша шишка на сегодня и переходим к сосновым шишечкам сейчас я только гляну все ли по еловой было понятно нет и больше вопросов так и лишь к спай да и лишь я знаю что у нас разница с красота с тобой по времени поэтому конечно девочки то то сильно кого сильно поздно отдыхайте я ни в коем случае не обижусь так и решка молодец уже все завершила конечко присоединилась добрый вечер леночка пишет все замечательно и даже времени не замечается но это здорово так вот и леночка на вам пишет спасибо за подсказку да девчонки не стесняйтесь пишите мне сразу ну так я просто быстрее проведу вам заказ и тогда гарантированно все получите повремя дачники кто платил абонемент виктория спрашивает запись будет я для вас отдельно завтра вы вышли запись но скорее всего это вот во второй половине дня она будет по другой ссылочке доступна и эта ссылочка будет для вас и действовать уже всегда в любое время когда вы захотите пересмотреть еще раз этот мастер класс так вот это я спрашиваю основание чешуек не расправляем я чуть-чуть до их при при собираем да да то я правильно поняли а чтоб немножечко сохранить вот эту форму такой складочку эту сохранить хотя у еловой шишки у нее только верхушечка таким как бы складочка и основание чешуйки но как бы там плотненько ровненько придут 3 прилегает к основанию у нас шишка моя не 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 живая поэтому мы немножко по-другому танки ренчиком спела стали здорово хорошо девчонки мы затонировали одиночные детальки и теперь вот остались такие детальки хотела обратить внимание на на выкрытые было начерчены вот такие вот волнистые круги и вот такие вот продольные линии это необходимо сделать такие вот надрезы немножечко углубить это принципе тоже такие чешуйки будут на основании нашей шишки так вот основание шишки и немножечко их углубить для того чтобы потом было легче придать им нужную нам форму немножко выдохнуть поэтому кто не не сделать тех надрезов можете доделать я делала часть резать она для вас на 3 делаем неглубокие там буквально 3 элементра 3 4 макси чуть-чуть буквально углубить чтобы можно было потом наш чешуйку чуть-чуть закрутить так все продолжаем тонировать здесь тоже девочки тонируем только вот вот эту часть то на то надрезом мы сделали надрез на наших между нашими волнами и вот эту часть немножечко осветляем тонируем только с одной стороны внутренняя часть не будет видна она будет отклеиваться все кружочки вот таким образом проходим все кто девочки хочет добиться такого более четкого цвета по в этом случае конечно лучше работать с красками акриловые либо масляные и 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 с и и и и и и тонируем полностью но во всяком случае хотя бы одну полностью она будет как завершающая а вторую можно только только к краюшке кто завершил тонировку, включаем утюжки сейчас будем работать с пузами девочки, видела в чате, спрашиваю, что такое бульки их еще называют гантельный стек вот такие вот девочки бульки это я заказывала в маркете КТМИ есть ссылочка в нашей закрытой группе там справа в колоночке можете найти очень хорошие, очень здоровские и очень замечательно, что они металлические то есть можно нагревать как саму деталь но когда деталь нагреть невозможно можно нагреть саму бульку на утюге и тогда будет эффект вообще потрясающий при обработке фоамирана вот так выглядит булька нужного нам размера у кого у девочки нет боли как можно обойтись ну, можно ее, во-первых, заменить заменить бусиной например у меня где-то под рукой были бусинки берем бусинку нужного нам диаметра нанизываем на зубочистку и у вас, в принципе, готова вот такая вот булька можете ей пользоваться нагреваем деталь с фоамирана и обрабатываем ее булькой если нет ничего такого под рукой значит, сегодня постараемся обойтись без нее ну, просто у кого-то у вас не настолько будет ярко выраженная где-то выпуклость это тоже ничего страшного не переживайте так, двигаем поближе наш утюжок и Так, девчоночки, вот эти одинокие детальки обрабатываем очень легко, полностью окрашенной стороной лицом к себе. Там, где мы окрашивали только верхушку детальки, прикладываем к кучеву, приложили, в принципе, от тепла уже сам фоамиран немножко выгнулся, но можно немножечко ему помочь еще вот так вот его выгнуть, вот таким образом. И вот так обрабатываем все-все детальки. А, кстати, от тепла масляная пастель, она так немножечко еще растекается по поверхности фоамирана, растушевывается дополнительно. Ну, в принципе, здесь вот даже как бы особо и пальчиками работать не приходится. Деталька практически сама выгинается, принимает нужную нам форму. Стараемся вот здесь, девочки, размеры не путать, потому что мы будем поочередно приклеивать детальки за деталькой нужного размера. Напоминаем полностью окрашенной стороной лицом к себе. У нас, правда, как бы не сильно получилось. Может, у кого-то другого цвета пастель лучше получилось осветлить. У меня, как бы, получился только немножко грязно-желтый цвет. А вообще, как бы, такой должен цвет получиться. Светло-коричневый. Поэтому, у кого в наличии светло-коричневый фоамиран, я еще раз говорю, вам повезло. Вам тогда, наоборот, надо будет затонировать с одной стороны, не захватывая верхушку, только вот нижнюю часть детальки темно-темным цветом, темно-коричневым, либо даже черным. Все, всю оставшуюся часть заставляете таким вот светло-коричневым цветом. детальки нету-темного размера. цветло-коричневым цветом. Это не usual. Переходим к размерам следующего размера, сосновых шишек, девочки, точно так же, как и разновидностей сосен, очень много. То есть я взяла за основу вот эту шишку, я с нее снимала выкройки и взяла ее строение за основу, вот, например, вот есть такие вот шишки, здесь строение немножечко другое, попка здесь другая, то есть дальше вы можете немножечко пофантазировать, здесь вот эти лепестки не так сильно прогибаются, да, вот как у вот этой, то есть их не надо прям так сильно закруглять, здесь попка плоская, здесь попка такая округлая, вытянутая, можно сделать основу, как делали мы у сосновой шишки и обклеивать деталями, ну, одиночными, потому что такие вот круглые детали уже, ну, как бы, сюда не лягут. То есть мы с вами делаем только один из видов шишек, ну, из разновидностей, хорошо прогибаются. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, вот у меня закончились уже маленькие размеры. Остались самые большие размеры лепестков. Часлык основных. Обрабатываем все одинаково. Так, вот у меня... Сейчас я закончу, девочки, с этими одиночными лепестками, глянув чат перед тем, как перейдем к другую заготовку. Если есть вопросы, пишите. Продолжение следует... Тоже, девочки, количество так указало для не очень крупной шишки. Естественно, если шишечку захотите покрупнее, то количество выкрасть надо будет заготоваться побольше. Все, с одиночными завершили. Так, сейчас я вляну в чат. Так, ляночка пишет, светло-коричневый фон тонировать не надо. В принципе, можно не тонировать. Можно затонировать по желанию с обратной стороны. Верхушечку оставить светлую, а ножку черную. Ну, как бы, нежелательно. Допустим, на этой шишке почти не видно обратная черная сторона. Это, как бы, для большей реалистичности, если есть желание. Так, у Ларисы есть такой наборчик булек, я так понимаю. Так, Лидия спрашивает, надрезанная больших на всех делаем, Лидочка. Так, Виктория пишет, шишечка классная, как на часах с кукушкой. Я так понимаю, это за еловую шишечку. Спасибо, Виктория. Так, хорошо, девчонки. Больше не вижу вопросов пока. Держимся дальше. Так, девчонки, я не помню, я писала ли в списке материалов еще какую-то, ну, кроме булек, подготовить какую-то мягкую поверхность. Это может быть коврик для мыши, это может быть полотенчик, а там сложено несколько раз. Только, девочки, не вафельное и не мокровое. Такое гладкое хэбр полотенчик, вот его можно сложить. Там даже просто любую хэбр ткань. Я беру коврик для мыши, вот у меня такая мягкая поверхность, тоже, кстати, из фамирана, только такого толстого. Прикладываем нашу деталь, сначала прикладываем внутренней стороной, то есть окрашенным вот таким образом. Вот. Нет, сейчас, скажите, я сейчас закуталась, нет, окрашенным к себе. Вот. И теперь вот можно пройтись по булькам, вернее, бульками по этим лепесткам, пока они теплые. И сделать их более выпуклые, вот, девочки. Вот мы прошлись, сделали их более выпуклые, вот эти вот наши лепесточки, чешуйки. Так, я сейчас буду показывать еще раз. Приложили детальку лицом к себе, то есть неокрашенной частью к утюгу, быстренько к себе. И проходимся по лепесткам. Работаем быстро, пока фамиран не успел сильно остыть. Можно, если переживаете, что как бы не получается быстро, прикладываем там половину сначала деталек, обрабатываем половину, либо часть. Детали. Потом прикладываем вторую половину. Для самой маленькой детальки. Я там писала, булька диаметр 0,5, или даже как бы поменьше желательно. Вот если бульок нет, девочки, просто приложили, немножечко там пальчиками-то загинали, вот так вот немножечко чуть-чуть их завернули, а лепесточки долго не буду заворачивать, у меня детали в ТВ. Они немножечко закруглятся вовнутрь, и уже станут такие более выпуклые. Вот так вот приложили, потом вот так вот прошли, немножечко позадевали их туда вовнутрь. Все, девчонечки, обработали мы все детальки, и теперь приступаем к сборке. Выключаем их себе, включаем пистолеты. Также готовим проволочку. Можно сделать небольшую петельку, можно, в принципе, обойтись без петельки. Вот, я постараюсь, наверное, обойтись без петельки, чтобы просто она не грубо смотрелась. И верхушку будем обклеивать. Сначала обойтись без петельки, с самыми маленькими детальками, вот таким образом. Встречем верхушку в полуке. Если сделаете петельку, девочки, только максимально ее аккуратно, так, чтобы вот эти детальки и склеиваниями, предотклеиваниями ее скрыли. Так, пока греется пистолет, не гляжу в чат. Мы уже потихонечку подходим к завершению. Кто устал, продержитесь еще чуть-чуть. Так, вопросов не вижу. Хорошо, девчонки. Ну, вы у меня умнички, молодцы. Я смотрю по количеству зрителей в комнате. Такое же количество, как было практически на протяжении всего мастер-класса. Спасибо вам большое за ваше терпение. Я успела хорошо прогреться пистолет. Птеночки, кто присоединялся попозже, пока в дубах, когда прогреется наш пистолет, хочу показать. Многие просили. Вот такие декоративные миниатюрные мандаринки будем делать на следующей неделе, в пятницу. Будем создавать вот такую пупорчатую поверхность. Вот тут такой вот, как бы, такой попку, листочки, сборку. Все-все-все-все пройдем, все-все как положено. Поэтому приглашаю вас, если есть желание, на следующую, в следующую пятницу. Просто очень многие просили, а покажите фотографию вашей мандарина. Поэтому я специально до онлайн-занятия не показывала. Сейчас показала вам вживую. Завтра выложу фотографию в всех группах, чтобы могли уже посмотреть и сходом. Немножечко лапы тренировала. Долговато греется пистолет. Подклеила первую детальку. И с противоположной стороны подклеиваем вторую детальку самого маленького размера. Вот между ними спряталась проволочка. Дальше, девочки, будем тоже так стараться подклеивать детальки таким образом, чтобы проволочка нигде не проглядывала. То есть проволочка – это наша ось. Она, в принципе, видна не должна быть. Но если вы переживаете, что где-то проволока может выглядывать, проглядывать, тогда я рекомендую обмотать проволочку полосочкой фоамирана коричневого цвета. Во-первых, это значительно утолщит вашу ось. Вот у шишки, если посмотреть, у нее тоже какая-то ось есть. Она, конечно, намного толще, чем проволока один миллиметр. Поэтому это даже будет плюс. В принципе, это не так долго. Давайте это сами сделаем. Вырезаем полосочку шириной 5 миллиметров. Ну, там можно 3-4, но не более 5. Такой шишник. у меня как будто хлеба не растаял, хотя он уже долго прогревается. Единственное, что при такой обмотке каждый виток фоамирана необходимо фиксировать клеем. Ставимся аккуратненько. Немножечко я веду полоску по диагонали, чтобы легко ее припускать. Проснулся, не постарел, решил все-таки еще чуть-чуть доработать. Я пока оставшуюся часть полосочки подклеивать не буду. Мне кажется, что высоты для моей шишки достаточно. Дальше буду смотреть по тому, на каком уровне будут у меня детальки. И начинаю подклеивать детали следующего размера. Вот эти детальки подклеиваем друг напротив друга, но перпендикулярно предыдущим. Дальше буду смотреть по тому, на каком уровне будет у меня детальки. Дальше буду смотреть по тому, на каком уровне будет у меня детальки. Следующие две детальки этого же размера точно так же подклеиваем. Чуть-чуть ниже, буквально незначительно ниже, но перпендикулярно предыдущим. Дальше буду смотреть по тому, на каком уровне будет у меня детальки. Дальше количество деталей в ряде увеличиваем. Уже не по два, а по три, четыре. Вы уже смотрите на свой, на свою шишечку. Мне кажется, что даже три как бы будет маловато, хочется побольше. Но стараемся таким образом подклеивать детальки, чтобы они не сильно накладывались под предыдущие. То есть они не должны прям попадать идеально между лепестками предыдущего ряда, но и сильно попадать под лепесток тоже нехорошо. Так вот, но у меня получилось все-таки три в рядочку. Можно сделать еще один, я думаю, будет попышнее. Следующий ряд тоже из четырех лепестков. Чуть-чуть ниже приготавливаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И еще один лепесток этого размера. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...